Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова фирма Питерсун в полном составе и я Эдвард Питер. А это вот член нашей команды Rex 6 месяцев. Скоро будет, еще нету. Ой! В общем, около 30 килограмм, 60 сантиметров росту. Свернул мне тут штатив вместе с камерой. Поэтому решил показать эту наглую морду, которая не лишила чуть меня сегодня работы. Ничего не боится. Ну, прямо здесь надо быть со мной, никуда не хочет от меня сходить. С одной стороны, это радует. Так вот, ребята, сегодня у нас стоит задача, в общем-то, простая, с одной стороны. Ну, я думаю, вам тоже может это быть интересным. Дело в том, что я снимаю сейчас просто коробочки. Так, где они у меня коробочки? Вот. Видите, такая коробочка. И в ней тоже есть светильничек, лампочка, которая освещает эту самую... Ну, тут колечко. Но моей заказчице, она все-таки заказчица, чтобы вы знали. Потому что она, наверное, вредная. Хотя все знакомые мне женщины на канале очень милые. Так вот, ей надо теперь искусственно создать этот свет. А так как коробочек, раз, два, три, четыре, пять, восемь, я не хочу с ними возиться каждый раз там подставляя. Я сегодня вам покажу, как на белом фоне сделать белый свет. И насколько это будет быстрее, чем мы будем это фотографировать. Иногда надо думать о том, что необязательно делать аутентично. Если она выглядит аутентично, то этого и достаточно. Поэтому у меня здесь ничего сложного нет. Видите, у меня стоит белая столешница. Так. Сейчас я включу. Сверху сутбокс. Слева. И тут для освещения бочков еще я подставлю белый пенопластик. Все, в принципе. И они вон, они у меня там лежат. Я не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, я сейчас перефотографирую все эти коробочки. И надо открытые и закрытые. Вот такая вот она у меня, как кажется. Ну, тут с пол пинка вы понимаете, да? Открытые, конечно, немножко по-другому будут выглядеть. Хотя, что по-другому. Ну, смотрим. Ясно, что весь этот цвет, который там сейчас есть, вам не видно, но я вам покажу. Вот там. Он, естественно, так коснет. Ну, ничего. Сейчас мы с вами пойдем в фотошоп и в фотошопе все это дело поправим. Хорошо? Пошли. Так. Ну, вот все сфотографированные элементы. Сейчас мы этот розовый налет уберем тем, что просто-напросто вот найдем серенько. Вот сюда кликну. Вот. Все ушел. Так. Экспонир добавим чуть-чуть. Хотя я еще подумаю, надо ли. Почему? Потому что я вам позже объясню, ребят, почему. Так. Ага. Ну, может быть, фон только что. Чуть-чуть. Фон мы подсветим. Вот так. Ну, и давайте мы его выберем. В принципе, можно было по всем талинам сделать. Ну, давайте мы его выберем. Или еще проще можно сделать. Можно сделать. Так. Где у нас тут? Вот этот. Сказать ему. Шахтель. Шахтель, да? Окей. Сказали шахтель. То есть он забрал все эти. И теперь, когда мы выберем все. Пойдем сюда, скажем, шахты. То он вот по всем это все сделал. Все. Теперь открыть изображение. Ну, мы с вами будем заниматься только одним изображением. короче, и надо полные пустые, полные пустые, и сделать на этих открытых коробочках симуляцию, имитацию света. Я не стал тут придуриваться со вчерашним, потому что много, и оно того как бы сильно не стоит. Это я делал для вас, чтобы показать, что можно сделать в этом случае, когда вот требуется именно такое. Ну, чтобы убрать все эти бякушки, капушки, мы сейчас просто белым замажем, поставим масочку черную. Сделаем чуть меньше. Вот так. И просто напросто тут пройдемся вот так быстро и хорошо. Угу, угу, угу. Окей, мы избавились теперь от... Так, тут я немножко переборщил. Вот так. Смотрим издалека. Издалека нам всегда виднее. Готово. Так, соединяем. Смотрим на коррекцию. Можем чуть-чуть добавить свет, но пока я не хочу. Я вам объясню почему. Потому что я сейчас буду делать искусственную подсветку. Так, вот так. Поэтому она и остается такое. Сейчас мы пятнышки с моего сенсора уберем. Все, не дойду до мастерской, блин. Ну, работа не так. Я много сейчас беру. Что это, в общем-то, не критично для меня. И так. Давайте будем делать этот самый свет. Ну, для того, чтобы сделать свет, надо сначала посмотреть, как он выглядит в оригинале. Правда? Так. Я надеюсь, это видно. Очень сильно надеюсь. Ну, то есть, видите. LED. Да? LED. Он довольно-таки жесткий свет. Так. Как же мне посмотреть? А, вот так. Видите? И он оставляет, по идее, он оставляет там жесткую тень. Можно, конечно, к этому отнестись наплевательски. Но мы попробуем сейчас что-то такое просимулировать. Ну и так. Мы немножко с вами уже представляем, как должно выглядеть. Но давайте мы с вами свет-то и сделаем. Да будет свет. Сначала мы сделаем следующее. Мы закрасим все черным. Не пугайтесь. Теперь мы возьмем конус. Вот такой. К примеру. Заполним его белым. Опа. Наделим слой естественно. Это я просто черный поставил, чтобы видеть, что я делаю. Так. Заполняем белым. И тут мы с вами сейчас поделим. Применим такой фильтр. Он называется. Размытие. Вы знаете. И в движении. И в движении мы сначала его вот так размоем. Вот так. Вот так. Вот так. Окей. Хорошо. Хорошо. А потом еще раз пойдем. Размытие. В движении. Окей. Окей. Вот так. Размоем его. Да побольше. Да побольше. Да побольше. Вот так где-то. Окей. Так. Это мы тут сделаем побольше пикселей. Скажем так. Штук 70. Для чего? А для того, чтобы вот тут как-то так обрезать. Ctrl-Shift-I. И удаляем. Вот так. Вот такую лембочку мы с вами получили. Это то, что нам и нужно. Теперь мы ее будем вытягивать. Вот так вытянем. Скажем нам нужна перспектива. Вот так вытянем. Здесь сведем на нет. Почти. Вот такой лучик света в темном сердце. Мы получили. Хорошо. Убираем черный. И берем этот лучик. И начинаем его подстраивать. Пока он не особо похож на лучик. И я вам скажу почему. Ну, нам пока надо сориентироваться. Вот. Применим к нему наложение мягкий свет. Он уже будет медь. Но. Ребят. Лучик есть лучик. У него есть более светлые, более темные вещи. И поэтому мы сейчас с вами опять пойдем на черный цвет. Включим здесь обычно. И сделаем следующее. Мы сейчас сделаем лучик. Так. Вот так. И вот его сюда тоже наложим. Он у нас обычный. А тут у нас совершенно мягкий. И смотрим, что у нас получилось. Ну да. Вот он он. И у него мы просто непрозрачно сменяем. До тех пор, пока нам это понравится. Вот так. Ну, теперь уже оно как бы неравномерное. Это хорошо. Так и должно быть. Отличненько. Так. Так. Следующим номером нашей программы будет. Так. Это мы должны с вами загнать в папочку. И уметь отключать, включать. Так. Хорошо. Далее на всякий случай сейчас сделаю. Еще надо учесть, что если здесь идет свет, то вот здесь он тоже будет каким-то образом, да, освещать. Поэтому мы сделаем следующее. Мы возьмем сейчас коррекцию и сделаем белое. Я вам говорил, специально я не делал коробку слишком светлой внутри. А мог бы. Так. Переворачиваем это Ctrl-E в черную маску. Берем теперь вот полупрозрачного инструмент вот этот и вот здесь, ребята. Вот здесь немножко подсветим. Видите? Она казалось бы мелочь, да? Но эта мелочь имеет место быть и светится. Ок. Так. Пока все нормально. А теперь нам надо сделать следующее. Ну, свет, ребята, он не бывает без тени. поэтому сейчас вместе все соберем. Вот так. Нет, пока не буду собирать. Потом все соберем. Так. Группа сюда. Да. И сделаем следующее. Вот сейчас. Так. Ну, это мы можем соединить, наверное. Да. Вот здесь давайте сделаем такую искусственную тень. Ну, раз у нас свет искусственный, то и тень должна быть искусственной. Вот. Смотрим. Это нам не нужно. Сюда вставим. Вот так. Хорошо. Сделаем. Ну, представьте, как вот она будет падать, эта тень, да? И такой примерно и рисуете. Вот так. Она, по идее, должна быть жестковатая немножко. Но мы не будем до темного доводить-то. Мы ее как бы немножко обозначим. И на том все. Главное, чтобы она красиво закруглялась. Вот так, я думаю. Пойдем сейчас, скажем, выделить область, скажем. Ну, давайте 8 растушевочку сделаем сразу. Окей. И здесь применим к ней коррекцию. И начнем потихоньку вот так эту тень применять. Больше нам и не надо. Вот. Прекрасненько. Если надо, то мы можем наш свет подвигать еще. И мне бы хотелось еще кое-что сделать. Когда я все вот это сделал. Я соединю сейчас на одном слое. Так. Соединю. Секунду, кто-то рвется в дверь ко мне с толкой сумкой на ремне. Надо будет еще раз позвонить. Вот так. Теперь я возьму вот этот инструмент-осветитель. И вот тут нам надо аккуратненько сделать вот такую осветительную торточку. И вернее, пимпочку. Экспертиза. Испания. Диапазон подсветка. Да. Так. Секунду. Еще немножко ниже. Почему он такой не круглый получается-то? Немного не надо, ребята. Это намет на то, что источник совсем близко. Он где-то тут находится. Вот так. Ну и пожалуйста. То есть мы можем сейчас посмотреть. Вот было. Вот стало. И она очень похожа на то, что действительно мы там свет внутри зажгли. Красота. Ну вот, дорогие друзья, вот что мы с вами получили, да, в фотошопе. В общем-то, не так долго провозились. Если знать как, то давайте посмотрим. И теперь я этот кусок света буду просто подставлять по все остальные коробочке. И все. И за сегодня, в принципе, 8 штук. Где-то 130 евро я заработаю. Вот. За один день. У Ношатери мне бы потребовалось для этого, так, ну где-то месяцев 5. Хе-хе-хе-хе. Вот представьте, 5 месяцев и один день, да. Настолько продуктивен наш любимый микросток. Ну, во всяком случае, у меня. Итак. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Кстати, спасибо. Лайков наставили полно. Много комментариев. Я очень рад. Теперь я больше вас тоже не буду дальше заставлять лайкать, писать комментарии. Нет. Все пойдет как дальше. Я доволен тем, что получил. И, как бы, ну, не хочу вас ни к чему принуждать. Надеюсь, что вам это видео тоже чем-то пригодится когда-нибудь. Всего доброго. Пока.